Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня. Событие года для анапской молодежи. На курорте состоялось официальное открытие обновленного скейт-парка. Еще один не смог устоять. В Анапе очередной незаконно возведенный объект пошел под снос. Встреча поколений. Ветераны различных войн поделились историями из военной жизни с российскими школьниками. В Анапе дают торжественное обещание казачата. Родители говорят, что записали детей в специализированные классы, чтобы воспитать волевые качества, необходимые в современной жизни. Многие из ребят – продолжатели казачьих династий. С первоклашками и их родными пообщались наши корреспонденты. По окончании раз вы говорите обещание, да? Да. Слушаться старших, любить отчизну, заниматься спортом – это не присяга и не клятва, а именно обещание. Но уже ко многому обязывает. В храме около 30 первоклашек, родители и казаки-наставники. Сергей Гуро занимается рисованием и изучает азбуку. Пока понимает азы, что казак – это военный, а военным быть почетно. Потому что военный защищает свою родину. Прадеды, прабабушки, со станиц, с края. Ребенок должен знать Бога, ребенок должен знать свою историю, свои корни и быть смелым, мужественным. Чему, я думаю, его научат. В казачьих классах у ребят будут дополнительные часы истории края, духовных дисциплин, а также физической культуры. За каждым классом закреплен казак-наставник. Также традиции передают те, кого называют стариками. Они настолько заинтересованы. В тот день, когда открывали учебный год, мы присутствовали на этом мероприятии и в этом классе. Ну и тоже каждый из стариков, которые присутствуют, говорили какие-то свои слова, пожелания. И мы видели, как казаки внимательно нас слушают, интересуются. Я уже теперь считаю их казаками, они уже приняли обещание торжественное. А теперь наши казаки, они будут подрастать и уже в 16 лет они примут присягу. Первые два казачьих класса в Анапском районе появились в 2004 году. Сегодня их уже 41. В них учатся более тысячи казачат. Выполняя соответствующее поручение главы Кубани Вениамина Кондратьева, анапские казаки планируют расширять сеть казачьих классов, готовить педагогов и казаков-наставников, а также активнее предлагать родителям такую форму обучения. Борьба с незаконно возведенными объектами некапитального строительства продолжается. Ларьки и павильоны демонтируют не только в курортной части, но и на окраинах города. В минувшую пятницу специалисты муниципального контроля совместно с сотрудниками Римстроя приступили к сносу очередного самовольного строения на улице Владимирская, 154, на которые поступали неоднократные жалобы жителей близлежащих домов. Торговый павильон, который не эксплуатируется уже длительное время, неоднократно жители жаловались на то, что здесь и мусор, и свалка, и посторонние люди какие-то пытаются либо пробраться в него, либо воспользоваться как-то этим помещением. Поэтому данный объект был выставлен на международную комиссию, по рассмотрению которой было принято решение о демонтаже данной конструкции. Слабо подкрепленная разрешительная документация Ларек оказался весьма прочным по строению. На демонтаж ушло более двух дней. Сначала сотрудники Ремстроя убедились, что павильон не подпитан электричеством. Для этого они проникли внутрь, правда, не сразу. После безуспешных попыток скрыть Ларек, используя слесарное оборудование, в ход пошла тяжелая техника. В ходе демонтажа павильона к сотрудникам муниципального контроля подошли неизвестные граждане, которые заявили, что знакомы собственникам помещения. Сфотографировав постановление о сносе, незнакомцы пообещали уведомить владельца лично. Кроме того, ранее на Ларек неоднократно прикреплялась информация о сносе. Но, несмотря на все это, хозяин самостроя так и не объявился. Павильон демонтирован и перемещен на штрафстоянку. На сегодняшний момент, в своей очереди под снос, ждут еще 12 незаконных объектов, расположенные в разных точках Анапы. Первые соревнования велокроссменов в обновленном скейтпарке прошли в эти выходные. В них приняли участие более 50 любителей и профессионалов из России, а также Украины. Около года назад любимое место отдыха молодежи подожгли неизвестные. Глава города Сергей Сергеев занял принципиальную позицию, поручив восстановить площадку. О том, что получилось в итоге, расскажут наши корреспонденты. Эти элементы – имитация уличных перил, бордюров. Сегодня их устанавливают, чтобы молодые люди могли упражняться без ущерба инфраструктуре и риска для собственного здоровья. Строители говорят, что за 10 лет с момента постройки первой версии скейтпарка прогресс шагнул вперед. Другой уровень подходов, другой уровень развития индустрии. То есть, например, если у тебя имеются в скейтпарке такие же фигуры, которые находятся здесь сейчас, то можно полноценно готовиться к международным соревнованиям. Год назад в скейтпарке произошел пожар. Площадка находится в самом центре города-курорта. В любителях активного отдыха затаили дыхание. Однако мэр Анапы Сергей Сергеев и его команда заняли принципиальную позицию – объект необходимо восстанавливать. Наряду с традиционными, с классическими видами спорта, которые сегодня уже у нас присутствуют на Олимпиаде и так далее, сегодня на Олимпиаду уже выходят и эти виды спорта. Поэтому площадка такая, я считаю, должна быть. У нашей молодежи очень много энергии, очень много задора, и его надо где-то все время реализовывать. Кто-то в занятиях, кто-то в искусстве, а кто-то в движении. Сразу после официального открытия – первые соревнования. В них приняли участие около 50 участников в двух категориях – любители и профи. Юрий из Киева о мероприятии узнал о друзей. Добирался автобусом более 30 часов, чтобы опробовать новую трассу. Твердая, без выбоин, не гремит и очень грамотно сделана. Хороший накат, скорость. Фигуры качественные. Скейтборд, роликовые коньки, велосипед, самокаты, скутеры. Парк сделан максимально универсальным. Здесь же скалодром и площадка для занятий, уличной гимнастикой, воркаутом. Молодежный центр в самом сердце города-курорта. Для Анапы скейтпарка – это, прежде всего, зона свободного общения нашей активной молодежи. Сейчас будем статистику возобновлять. У нас есть журнал посещений. И мы можем сказать чуть попозже, сколько у нас таких активно катающихся. Постоянно, постоянно, это одно, то есть посещает скейтпарк. Такое активное сообщество у нас в Анапе – это не менее 300 человек. В Управлении по делам молодежи рассчитывают на постепенное расширение аудитории. Посещение скейтпарка бесплатное. Здесь постоянно будут находиться администраторы. По периметру плакаты, которые напоминают о необходимости использовать средства защиты. Энергетика всех экстремальных видоспортов, она блестящая. Она заряжает человеком определенными планами на будущее. Восприятие совершенно другое, эмоциональное. По-другому работает мозг и всей системы. Абсолютно. Но, с другой стороны, все экстремальные виды спорта требуют определенного соблюдения правил безопасности. Международный олимпийский комитет включил скейтбординг в программу летней олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году. Специалисты не исключили, что благодаря новому скейтпарку в российскую команду могут войти спортсмены из Краснодарского края, а может и непосредственно из Анапы. В Анапе откроют памятный знак Павлу Саркисьяну. 30 октября исполнится два года с момента трагической гибели председателя Анапского отделения Краснодарской региональной общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалидов войны Павла Саркисьяна. Павел Сергеевич – кавалер Ордена Красной Звезды, медали за самоотверженность, за ратную доблесть, за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. Памятный знак Павлу Саркисьяну будет открыт 30 октября в 12 часов у организации «Инвалиды войны» по адресу Анапа, улица Лермонтова, 82. Почтить память нашего земляка приглашаются все желающие. В Анапе огромное внимание деляется ветеранам и патриотическому воспитанию молодежи. Регулярно проводятся встречи поколений. Так во Всероссийском детском центре смена школьники со всей страны смогли пообщаться с ветеранами разных войн. О подробностях встреча в материале наших коллег. Герои разных поколений встретились во Всероссийском детском центре смена. Участники Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чечне, сминовцы приветствуют героев стоя. Ветеран Великой Отечественной войны, он служил минером, обезопасил 225 взрывных мин, был представлен к медали за боевые заслуги. Сегодня гость смены Виктор Мищенко рассказал мальчишкам и девчонкам свою историю войны. В начале 1944 года наша часть была передана в распоряжение войска польского. И до конца войны я служил в этом войске польском. Войско польское. В составе войска польского он и дошел до Германии. Герой Великой Отечественной войны с иронией рассказывает о том, как разминировал аэродром под Берлином. Мина была спрятана под плитой. После долгих поисков команда минеров нашла ее и обезопасила. На мине они зубилом написали свои фамилии. Сменовцы задали вопросы ветерану. Какая ваша любимая военная песня? Герой войны отвечает. Вставай, страна огромная. Я думаю, что встречи с ветеранами нужны для того, чтобы молодежь нынешняя помнила подвиги и поступки, которые они совершили. То, что все равно ведь мы все сейчас живем благодаря им. И то, что они сделали, это всегда должно оставаться в нашей памяти. Мы должны стремиться к этому. И сейчас очень много патриотических клубов, кадетских классов. И как бы наше государство развивает вот этот патриотизм в молодежи. Любить Родину, изучать историю ее. Вот это самое главное. Потому что все они учащиеся. А если они не будут знать историю нашей Родины, то, увы, они патриотами уже не будут. Самое главное. Учиться, учиться, учиться. Василий Кулькин, ветеран Отечественной войны, был призван в 1944 году по собственному желанию. Служил в танковых войсках. После дня победы, 9 мая, 9 же вечером, нас подняли по тревоге и бросили под Прагу. Потому что немцы хотели Прагу взорвать. И часть войск, отведенных даже с фронта, из-под Берлина, они окружили и не дали Прагу взорвать. Ветеран вооруженных сил, подполковник запаса, участвовал в военных действиях в Афганистане, Чечне, участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, участвовал в присоединении Крыма к России вместе с анапскими казаками. Все это один человек. Владимир Черный рассказал сменовцам о том, как защищал интересы своей страны. Сменовцы слушали со слезами на глазах. Сейчас множество случаев, когда переписывают историю, и подрастающее поколение не знает ту самую правду, которая была на самом деле. Чтобы наше поколение помнило то, что их же бабушки и дедушки служили, они воевали за наш жизнью, чтобы мы сейчас жили под светлым небом. И то, что понимали, что сейчас все у нас хорошо, и не говорили, что все плохо. Чтобы понимали, что плохо было тогда, а не сейчас. Кочетовы сласти – так называется открывшийся в Анапе фирменный магазин кондитерского комбината «Кубань», крупнейшего производителя кондитерских изделий Юга России. Хлебосольный праздник по случаю открытия посетила наша съемочная группа. Продукция этого кондитерского комбината известна уже давно за пределами края. Теперь и анапчане могут познакомиться с кубанскими сластями. В ассортименте как всем знакомые с детства расписные пряники, лакомка, петушки на палочке, так и эксклюзивные сладкие истории. Свадебные наборы шоколада, ручной работы понравятся всем молодоженам. А серия курорта Краснодарского края станет прекрасным подарком вашим родным и друзьям. Изюминка сладких историй – коллекция «Исполняя желание». Порадуют посетителей тематические наборы шоколадных конфет, будь то Новый год, День знаний, 8 марта и другие. В магазине также принимаются заказы на изготовление сувенирной продукции по случаю семейного праздника, корпоративного торжества или важного для вас события. Причем, что немаловажно, при производстве всей продукции не применяются консерванты. Качество и безопасность изделий подтверждены международными стандартами. Цены приятно удивляют, так как поставки в магазин осуществляются напрямую от производителя. Все гости праздника, устроенного в честь открытия магазина в Анапе, уже успели оценить кочатого сласти. С самоваром, песнями, конкурсами и подарками встретил новый магазин своих первых посетителей, среди которых были жители, гости города и представители администрации. Я очень рада приветствовать всех от имени администрации, главы нашего города с этим замечательным праздником. Мы рады, что еще одно новое предприятие у нас открылось в нашем городе. Конечно, безусловно, дополнительные и налоги в бюджет, и дополнительные рабочие места. Мы со своей стороны обязуемся, обещаем помогать развиваться этому молодому магазину с таким прекрасным названием. Восторгу самых маленьких посетителей не было предела. Многие впервые попробовали шоколадный фонтан и сделали сладкие подарки своими руками. Это я сделал для своей бабушки. Все очень вкусно. Фирменный магазин кондитерского комбината «Кубань» Кочетовы Сласти ждет вас по адресу Супсехское шоссе 26 ежедневно с 10 утра до 8 вечера. А также скоро продукцию можно будет приобрести и в торговых точках ярмарок выходного дня. Мы рады пригласить всех жителей и гостей города-курорта Анапы в фирменный магазин Кочетовы Сласти кондитерского комбината «Кубань» крупнейшего производителя кондитерских изделий Юга России. Мы будем рады видеть вас в числе наших постоянных покупателей. Добро пожаловать в магазин Кочетовы Сласти. Завтра 25 октября с 13 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ будет частично прерванное электроснабжение в Супсехе, Бужоре и Гайкадзоре. Об этом сообщает «Кубань Энерго» юго-западные электрические сети. Дополнительную информацию можно получить по телефону, который вы видите на экране. И еще одно предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие два дня на территории края ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает соблюдать меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобильном транспорте. Рекомендуется закрыть окна, двери, балконов и лоджий. Усильцы контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова